Вчера состоялось подведение итогов федерального проекта школы грамотного потребителя. Совещание прошло в общественной палате. Присутствовало сразу несколько депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Как раз членов профильных комитетов. И отрадно, что несколько региональных координаторов под партпроекта за последние несколько лет стали выборными должностными лицами федерального уровня. Сейчас помогают нам продвигательные инициативы. Как раз докладывали о том, какие инициативы реализуются на разных стадиях принятия законопроектов. В частности, это закон о добросовестных плательщиках. Мы все знаем, что возникают сложности и приходится людям доказывать при получении субсидий, что долгов нет. Часто они обоснованы. Как раз на освобождение от такой практики направлен законопроект. Еще один законопроект о тишине. Как раз федеральные нормы, которые должны позволить реально заработать нормам тишины, которые в регионах в некоторых уже приняты. Поскольку сейчас практики противоречивы и не всегда безбоконные соседи привлекаются к наказанию и перестают мешать своим соседям. Еще один законопроект направлен на урегулирование отношений в сфере внутри квартирного газового оборудования, внутри домового газового оборудования. И мы знаем, что здесь не каждый заключает договоры на обслуживание, не каждый содержит в безопасном состоянии свое оборудование. И даже трагедии случаются, к сожалению, и как раз здесь порядок нужно наводить. Еще один законопроект затрагивает микродоли, так называемые, я называю условные. Название, конечно же, по сути законопроекта, а не по именованию. И здесь речь идет о борьбе с резиновыми квартирами. Рядомер уже принимались, но, к сожалению, до конца эта проблема не побеждена. Ну и также еще несколько инициатив. Что касается инициатив Ульяновского регионального отделения и нашей Ульяновской школы грамотного потребителя, то я напомню, что в 2013 году именно Ульяновская делегация предложила легализовать выплаты председателям Совета квартирных домов. И это произошло благодаря резолюции форума ЖК «Новое качество». И вот сегодня возникла новая проблема, буквально где-то с полгода назад она очень сильно обострилась. Это начисление на вознаграждение председателя Совета домов, из-за чего управляющие организации обязаны осуществлять отчисление. И налоговое теперь администрирует эти процессы. Просто-напросто люди недополучают свои средства. И приходится каждый раз обжаловать в суде такую практику. Практика преимущественно положительная, но это, конечно, титаническая работа. Невозможно в отношении вот каждого случая выходить через суд доказывать, что человек должен получать свои деньги, которые жители ему приняли решение выплачивать. Здесь мы еще раз выступили. ШГП федеральная инициатива поддерживает. С других регионов поступали такие же обращения, в частности, в Судмуртии. Поэтому мы надеемся на устранение такой порочной практики и легализацию действительно законных, с нашей точки зрения, процессов, когда люди получают зарплату целиком, плачивая только НДФЛ. Еще одна инициатива и еще одна огромная просьба от Ульяновского регионального отделения это не расширять эксперимент с введением социальных норм потребления энергоресурсов. Мы провели анализ и в случае, если вот эксперимент будет расширен, регионы потеряют право самостоятельно выбирать, принимать их, либо не принимать. Ульяновские домохозяйства, 70% из них не вместятся, что называется, вот в эти нормы, которые в экспериментальных регионах принимались. На наш взгляд, конечно, это зло, и регионы не первый год борются с этой инициативой. Мы выступаем за то, чтобы право у регионов не вводить в стальные нормы было сохранено. И вот с таким нашим криком души с мест мы выступили в общественной палате на заседании школы грамотных потребителей. К слову, коллеги поддержали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова